Здравствуйте, дорогие родители! Приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Маргия Ватая Валикоевна, я являюсь нефрологом научного центра здоровья детей. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Многих родителей интересует, для чего рекомендуют многие врачи-нефрологи контролировать уровень артериального давления у ребенка, если при болезни почек разного происхождения изначально нет повышения давления у ребенка. Уровень артериального давления крайне важен для состояния почек. Почему? Потому что в настоящее время во всем мировом медицинском сообществе признано, что длительное повышение артериального давления у ребенка приводит к повреждению почечной ткани. Особенно, если у ребенка изначально есть та или иная болезнь почек, повышение давления может ускорить и усугубить это повреждение. Таким образом, крайне важно, чтобы вы контролировали этот показатель у вашего ребенка. Как это нужно делать? Конечно же, существуют специальные так называемые оценительные таблицы, которые учитывают пол ребенка, рост и вес и рассчитывают средний показатель артериального давления, на который ориентируются врачи. Эти таблицы очень легко можно найти в интернете, но в любом случае есть индивидуальные показатели давления. Вы можете в течение недели каждое утро и каждый вечер измерять давление у вашего ребенка трижды на каждой руке и средние показатели будут соответствовать средненормальному значению давления у вашего ребенка. В дальнейшем в процессе наблюдения вы будете понимать изменяется ли давление, повышается или снижается. Вы будете вести дневник и четко предоставлять данные вашему лечащему врачу. Кроме того, крайне важно, чтобы вы контролировали правильно артериальное давление. Что имеем в виду? Это аппарат, которыми вы измеряете. Ни в коем случае нельзя измерять автоматическим аппаратом, который крепится на запястье. Эти аппараты всегда дают очень много ошибок и вы не всегда получите верные сведения. Аппарат должен быть тот, который измеряет на плече. Кроме того, для ребенка не подходят взрослые манжеты. Считается, что ширина манжеты должна составлять не больше 2,3 ширины плеча. Соответственно, если у вас маленький ребенок, то вам лучше в аптеке заказать манжету для соответствующего возраста. Измеряем давление трижды на каждом плече. Ориентируемся на большие значения. То есть, три раза измерили на правом плече и определили среднее давление правого плеча. Три раза измерили на левом плече и определили среднее давление левого плеча. Из этих двух средних значений принимаем за настоящее давление ребенка наибольшее значение и записываем в дневник именно этот показатель. Если для контроля артериального давления вам лечащий врач назначил какой-либо лекарственный препарат, то артериальное давление лучше в первое время измерять и до приема препарата, и минут через 30-40 после, чтобы вы понимали реакцию организма на этот препарат, и дали бы правильные сведения вашему лечащему врачу, который впоследствии откоррегирует лечение для ребенка. Мы надеемся, что вы правильно выполните все наши рекомендации, будете контролировать артериальное давление, а при возникновении вопросов обращайтесь к нам на сайт, звоните нам по контактным телефонам или задавайте вопросы своему лечащему нефрологу. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, задавайте вопросы, мы вам обязательно ответим. Всего вам хорошего!